здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков сегодня мы договорились встретиться в этой студии и поговорить о скорости кажется какая разница какое отношение имеет скорость к вере скорость к не знаю к вопросам религиозным вопросам духовным имеет напрямую потому что по одной простой причине что вот мы две передачи назад говорили о том что человек это человек и его время это время заключенное в плоть это в это как собственно говоря временит человек то как он обращается собственным временем или то как иногда время обращается с человеком как внешний фактор зависит то насколько он уме умудряется погрузиться в реальность или выпадает из нее в прошлый раз мы говорили о фотографии и об искусстве видеть мы поговорили понятно в большей степени о фотографии современной и о том какие опасности в этой фотографии мы представляются для человеческого существования как выпадает человек из реальности формирует какую-то двоичную реальность вторичную реальность или как сказал бы акам он формирует некоторые сущности плодит сущности без потребности посредством фотографии и мы в прошлый раз нам к вопросу о скорости не хватило времени закончить эту тему и мы сегодня перекидывая небольшой мостик к предыдущему нашему разговору сегодня подойдем к теме скорости через тему фотографии в том числе и конечно и будем мы вести этот диалог как и прежде с доктором философских наук сергей александровичем раз я был не тактичен невежлив но это происходило не по моему волеизъявлению эфир наш подошел к концу и я был вынужден прервать вас на полусловие а между тем мысль которую вы готовились сказать она очень важна про вот собственно говоря там была какая-то тема про свадьбу про свадьбу как пример того как фотография трансформирует наше отношение к реальности она здесь является одной стороны симптомом этого изменения с другой стороны она сама меняет наше восприятие жизни давайте попробуем договорить эту мысль с позиции того что тема у нас сегодня скорость хорошо так вот все таки про свадьбу договорим то есть суть то в чем в том что свадьба сегодня вместо некого обряда инициации она превратилась фотосессию значительной степени то есть собственно говоря глава парадокс в том что главным человеком на свадьбе сегодня тем кто всем распоряжается оказывается не родители жениха и невесты не друзья и подруги жениха и невесты а собственно говоря главным и даже не сами жених и невеста они то есть объект в данном случае вообще всем распоряжается если посмотреть фотографы там ну или те кто снимает на камеру отлично собственно говоря а первая часть пока все трезвые так сказать да она посвящена чему ну вот этой фотосессии и собственно ведь зачастую то люди до брака давно уже друг друга познали во всех смыслах слова и все это знают и собственно говоря свадьба в общем то не имеет того смысла который она имела прежде она постфактум происходит собственно происходит ради чего чтобы все-таки было платье была свадьба и остались фотографии и действительно что же остается после сейчас все становится таким объектом да и что становится что остается собственно остаются фотографии и человек эти фотографии показывает естественно свадебные самых смотрят и от самой этой свадьбы у него у него остаются как бы эти самые фотографии да это такой яркий пример как фотография вместо того чтобы помогать нам открывать что-то в мире да быть части нашей жизни становится тем что замещает реальность и побеждает эту реальность вот еще может один пример приведу связанный тоже со скоростью как меняется наше поведение наше отношение к реальности под воздействием фотографии да и переходя уже к теме скорость собственно собственно вот почему путешествие я его еще называю фото путешествие почему это яркий пример потому что собственно здесь как и в случае свадьбы это яркий пример и того как реальность так сказать заворачивается опутывается вот этой фотографии да вот этим образом реальность образ реальности побеждает саму реальность Прежде чем ехать сегодня куда-либо Человек сначала смотрит множество фотографий Ну выбирая куда поехать туда или сюда Собственно говоря, он все уже видел Да И когда он приезжает на место То что происходит? Он начинает искать что? То, что он уже видел И дальше что он делает? Достает фотоаппарат И фотографирует, но уже сам И чтобы я был на фоне Просит кого-то сфотографировать То, что он уже видел Когда он возвращается домой Он опять показывает Фотографию худшего качества То, что он видел в самом начале Перед тем, как поехать Но теперь это уже фотография, которую сделал конкретно он И он об этом рассказывает Показывает и собственно и в памяти у него Тоже остаются Эти самые фотографии То есть между реальностью И человеком встает фотография Парадокс в том, что человек приезжает Для того, чтобы Изменить темп жизни Изменить Некоторый ритм жизни Чтобы открыться Ну какой-то другой жизни Чем та, которую он ведет повседневно Условно повседневной суете Вместо этого Он начинает Он как бы Не позволяет реальности Затронуть его Потому что у него уже есть Некие образы Верификации которых он, так сказать На местности должен провести Отснять все, что необходимо Собственно говоря, мы это часто видим Скорость передвижения Если я что-то сфотографировал Можно идти дальше И многие туристы как себя ведут? Сфотографировал Пошел дальше Потому что А что дальше-то делать? То есть ты же уже сделал дело Гуляй смело Пошел дальше Следующий снимок Следующее место Сфотографировал И так человек передвигается То есть он не способен Оставаться в покое Он не способен Отдаться этому гению Место И он даже не способен Созерцать Не способен созерцать Понимаете? Потому что Это деятельность Активная Она причем уже Запрограммированная Собственно Ясно, что нужно Сфотографировать И человек закрывается От реальности Он перекрывает сам себе Как бы путь К этой реальности Я бы тут просто Ремарку хочу вставить Может быть она Для наших телезрителей Пояснит вообще К чему этот разговор На передаче Просто о вере Одна из фундаментальных Практик Аскетических практик Практик С которых начинается То самое обожение Которое Православные знают Не понаслышке Это практика созерцания Созерцания чистых форм Да Но созерцание Это не тупо Глядение Сидя на красивом Холме На все сущее А это разговор Это вступление В диалог С сущим И в этом смысле Вот мы много раз Употребляем слово Реальность Но ведь реальность От латинского Realis Вещественный А вещественный Имеет корень Вещь Вещать То есть то Что вообще По идее Со мной разговаривает И Очень многие Жалуются В церкви Что например У них не получается Молитва Остроумный Митрополит Антоний Сурожский В свое время Ответил Когда к нему Пришла такая женщина И говорит Я вот молюсь Молюсь А Бог меня не слышит И он ей ответил Что может быть Вы просто не даете ему Возможности Сказать То есть ответить На вашу молитву Потому что все время Говорите вы И вот то что вы Описываете Касательно фотографии Просто через практику Фотографирования Удивительным образом Отображает Фундаментальное Отмирание Вернее Отмирание Фундаментальной Вот этой вот Способности Созерцать И быть в диалоге С реальностью Которая не только Тебе распаковывается Открывается Но и которая тебе По идее Что-то вещает Но тебе этот ответ Не нужен Не важен Ты проходишь Мимо него Захлопывая дверь И вот в связи с этим Как раз я думаю Самое время Перейти к скорости Может быть Человека кто-то Подталкивает Может быть Его кто-то Пинает в спину С этим фотоаппаратом И поэтому Некогда Некогда Останавливаться Да А потому что Надо успеть Потому что Жизнь Это успех И вот говоря О созерцании Кстати говоря Настоящий Это фотограф Он никуда Не торопится И он как раз Способен К созерцанию Настоящий фотограф Может день Два Неделю Месяц Ходить В парад при нем Но он ничего не снимает Пока наконец В какой-то момент Когда он видит То что достойно Того Чтобы это снять Когда он это фотографирует В отличие от Не фотохудожника Обычный фотограф Он как раз Ждет Он не ждет Он не ждет Он не способен К созерцанию Он что-то делает Он не созерцает Он делает Он все время Что он делает Собственно Почему так важна фотография Для современного Потребительского общества Если что-то тема Потому что Фотография Она связана еще и с потреблением То есть Я центр И собственно говоря Я занимаю тем более Значимую позицию Чем больше вещей Входит в круг Доступных мне Которые я могу купить Приобрести Которые я могу пользоваться Но увы Горы Город Венеция Город Петербург Невозможно Купить Присвоить Но слава богу Есть фотография И ты можешь Все это сфотографировать И когда нужно Потом посмотреть У тебя возникает ощущение Что вот Ты присвоил Положил в карман И пошел дальше Это нечто противоположное Тому о чем Вы говорили Способности к созерцанию Но возвращаясь К скорости Что нас подталкивает Спину Нас подталкивает Спину Заставляет двигаться Все быстрее и быстрее Собственно Та цивилизация Которой всем и принадлежим Начало которой Это эпоха возрождения Дальше мы говорим О новом времени Дальше с конца 18 века Об эпохе модерна Или эпохе просвещения Но Как бы Если кратко То Суть этой эпохи В том Что это эпоха гуманизма То есть Когда человек И его земные цели Земные интересы Земное самоутверждение Отодвигает на Постепенно Отодвигает на второй план Отношение человека к Богу Отношение человека с вечностью Соответственно Время начинает Играть все большую роль А вечность Начинает Потихонечку Как бы Да Унивелироваться И удаляться И Отсюда понятие Очень важная Успешность От слова Успеть Да То есть Успешен тот Кто успевает Чтобы успеть Надо поторапливаться Нельзя терять время Надо Опередить время Надо Сэкономить время И так далее И тому подобное Все это Начинается Да Это раньше говорили Человек который там Суетливо Двигается Быстро Говорит В нем что-то Его бес там Дергает Ты что дергаешься Как бесноватый Надо было ходить Степенно Не торопясь Размеренно Делать все Соблаго Временно Не звероподобно Так сказать Звероподобное рвение Понимаете Тут как бы все меняется И наоборот Человек который Динамичный Подвижный Как на пружинах Вот это да Человек который Соответствует Некоторому образу Идеального человека И вот С одной стороны Вот это как бы Логика Успеха Соревнования Конкуренции Вот этого земного успеха Она приводит к тому Что собственно говоря Появляется Желание Делать Все быстрее А значит Эффективнее А значит Получать Больший Результат А значит Получать больше Одобрения Признания В конечном итоге Если мы говорим Об этом горизонтальном Измерении Денег Зачастую Или власти Двигаясь По этим ступенькам Из социального признания Вот И в результате Эта цивилизация Порождает В частности Машины Потому что Машина Автомат Он появляется Именно потому Что он экономит Время Увеличивает Эффективность И так далее И тому подобное И соответственно Мы находимся Вот в этом Бешеном Как бы Темп жизни Постоянно ускоряется И особенно Он начинает ускоряться Когда Это гуманистическая Цивилизация Цивилизация Соревнования Самореализация Успеха Она Порождает Машинную Цивилизацию Индустриальную Сегодня мы говорим О постиндустриальной Цивилизации Но Движение Все время идет По линии Нарастания Темпа жизни К чему это приводит Ну это приводит К тому Как раз Вот важнейшие Для Ряда Областей жизни Вещи И которые Без которых Экзистенциальный Диапазон Человека Он оказывается Резко сужен Они невозможны Ну я говорю Например о чем О молитве О которой вы говорили О религиозной жизни Она не предполагает Спешки И суеты Она сама по себе Всегда есть Замедление В нашем мире Ну например Занятие философией Искусство Да Искусство Общение Человеческое Вот близкие отношения Между людьми Дружба Любовь Чего они требуют Внимания И чего Замедление И замедление Если я тебе интересен Ты куда все время смотришь То есть тебе Вот это вот Важнее чем я Я вообще тебе интересен Нет ну конечно Ты мне интересен Но понимаешь У меня сейчас Самолет Скоро Вообще-то мы давно Не виделись Но Я на самолет Опоздаю Ну или там На передачу Вот Мы погружены В этот ритм И какие-то важные Да Вот этот наш Диапазон Внутренний Человеческий диапазон То что для человека важно Принадлежит К самой его сущности Оно просто Как бы остается Нераскрытым Да То есть мы находимся В ситуации того Что Бердяев Называет вот таким Как бы актуализмом Да То есть Вот Он говорит о том Что Религиозная жизнь Человека В данном случае Христианина Она испытывает Очень серьезную угрозу Со стороны Именно вот этого Ускорения Темпа жизни То есть Каждое время Оно для чего-то другого Оно переходно И причем Эта переходность Она становится Все более напряженной И Каждая для другого Вот это мгновение Оно не само по себе То что значит Само по себе То есть собственно говоря Созерцание Молитва Философское мышление Оно предполагает Сочение Выход За рамки этого актуализма И углубление в то Что имеет отношение К вечному Собственно говоря Чем больше вот этот Как бы актуализм Временной Тем меньше У нас Чем быстрее Одно мгновение Сменяется другим Тем меньше возможности Что Проедет какая-то остановка Собственно говоря Чем бы мы ни занимались Эстетическое созерцание Когда мы шли Шли по дороге В друг Какой закат Ах Я обо всем забыл Вот способен ли Современный человек Обо всем забыть Увидев закат Или какую-то Прекрасную птицу Или что-то еще Какое-то Необыкновенно Красивое дерево Вдруг оно Оно вошло Или мыслью Как Сократ Который мог часами Стоять Как известно Задумавшись Вдруг Неожиданно То есть Способен ли Человек Вот в этом Как бы Мире Скорости Выйти Из этого Времени Переходного Когда мы От одного Сдвигаемся К другому От другого К третьему И так далее И так далее И так далее И Когда мгновение Становится самодостаточным Так это и значит Что когда мгновение Становится самодостаточным Мы выходим Из времени В вечность И собственно говоря Все наше общение Наше общение С Богом Оно предполагает Что мы забываем Каких-то О делах Житейских Попечения Это должны оставить Отложить Отложить А как И все сложнее И все сложнее Вот этого навыка нет И время так устроено И мы привыкаем Привычка у нас такая Все время Вот бежать Вот И поэтому Действительно Вот это ускорение Темпа жизни Оно Если говорить О нашей внутренней жизни Да Оно приводит К очень Как бы такой Существенной редукции Да Не то что человек Вообще не способен Ему У него времени нет Вопрос может возникнуть Естественно И когда нас слушают Что вы предлагаете Или может быть Есть у Сергея Александровича Рецепты По Замедлению Как вот Хорошо Мы все согласились С тем что Нарастающая скорость Которая Похожа на Очередь на эскалатор Которая не будет Тебя ждать Любующимся Закатом Или думающим Она тебя будет Толкать в спину Упадешь Как в этой ситуации Быть Ну в общем то Об этом сегодня Люди многие Задумываются Вот Моя коллега Петербургская Марина Михайлова Написала Книгу Эстетика Молчания Например Надо Поискать Да Очень Рекомендую Интереснейшая книга Вот И даже У нее там В конце Есть такие Правила Например О том О практике Молчания Как Вообще говоря Приучить себя К этому Молчанию Потому что То есть Необходимы Некоторые Специальные Усилия Со стороны Современного Человека И они Вполне Возможны И человек Может их Реализовать Которые Позволят Ему Выйти За рамки Вот этого Быстро Текущего Времени И собственно Говоря Для верующего Человека То есть Такая возможность Ему дается Каждое Каждое воскресенье И каждый день Такая возможность Дается Вопрос в том Что ее надо взять Насколько человек Может этим Воспользоваться Вот есть книги Книги разные Сегодня люди Как бы мало Книги читают Вообще Книги мало читают Но Например Философские книги Вообще мало читают Почему Потому что Опять же Это требует Некоторые усилия Но Это важно Практиковать Человек Это может Практиковать Потому что Принципиальная Разница Существует Между Рефлексией Как некоторым Усилием Усилием Осмысления Что такое Рефлексия Это замедление Это такое Завихрение воды Вот как бы Есть такое течение Эмоционный поток Вот он течет Течет И он так устроен Этот поток Что все мысли Которые там есть Это мысли В общем Плоские Они должны быть Быстро схвачены Легко Считаны Как сканер Считывает И мы тоже читаем Все понятно Содержание Понятно Но Мы так быстро Считываем Там нет Как бы Каких-то Чего-то Что нас цепляет Чего-то Что нам Мешает сразу понять Там нет Глубины И мы собственно Проскакиваем Эта информация В нас входит И выходит Она у нас Что-то меняет Но при этом Не происходит Чего Работа Осмысления А работа Осмысления В пределе Это философское Осмысление То есть Осмысление В предельном масштабе С точки зрения Абсолютных Предельных величин Но и вообще Любое осмысление Любая рефлексия Чем она глубже Тем она требует Больше времени Она требует Расширения контекста В который мы помещаем То что мы прочитали Вот мы читаем Серьезную художественную книгу Серьезную Какую-то философскую книгу Какую-то научную книгу Всегда есть зазор Между чем Между тем Что мы прочитали Когда мы читаем Мы понимаем слова Предложения Содержания Но мы ее еще Не осмыслили В наших ли силах Подумать над книгой Но если еще и книга Так написана Что Да есть как бы Книги к счастью Которые так написаны Что они интересны Но при этом Ты прочитав их Понимаешь Что ты не все понял Иногда книга Так написана Что на самом деле Ты не все понял Но тебе кажется Что ты все понял И тебя это провоцирует Даже если книга Очень хорошая Глубокая Но ты считал Только верхний слой Тебе кажется Что ты уже все понял Но вот Бывают и такие книги Когда ты И понимаешь И в то же время Понимаешь Что чего-то Ты недопонял И у тебя возникает Потребность Как бы Вернуться Это возвращение Перечитывание Обдумывание Да Осмысление И для этого Нужно время Вот это как бы Происходит Вот в этом как бы Беге времени В этом как бы Скоростном Возникает такое Завихрение Такой завиточек Водоворот получается На месте На месте Правда ты Тратишь время И отстаешь От своих друзей Приятелей Ты не сделал Какие-то другие дела Ты что-то потерял Ты не успел И в глазах Их лузер И лузер ты Да Что ты там О чем ты думаешь Что ты там Какой от этого толк Какая польза Тебе Что теперь Понимаете Вот То есть Если говорить Отвечать на ваш вопрос То есть В разных направлениях Маленькими Какими-то шагами Мы можем делать Это усилие Кроме Не говоря уже о том Что существует В конце концов Еще и То что я называю Темпоральная многоукладность Эх Вот Ну Сегодня же есть Разные уклады Темпоральные И мы можем переключаться Из одного уклада В другой Давайте назовем Просто их Какие есть уклады И оставим Так сказать Нашего зрителя Потому что Время подходит к концу Истекает Да Оставим нашего зрителя С тем Чтобы он поискал Ответы сам Вот Ну Есть как бы уклады Которые доминируют Назовем их Архихронови Или темпоральным Мейстримом Архи То есть Начальствующие Архиерей Да Начальствующие Первые Вот как бы Доминирующие Темпоральные Если говорить о современности Если говорить о современности То это сочетание Антропомерного Уклада Темпорального Вот И Машиномерного То есть Темп жизни Который задается Машинной цивилизацией На самых разных уровнях Этой машины От цифровых машин Электронных машин До автомобилей Самолетов И так далее Машин более традиционных Вот Они доминируют Но кроме этого Есть еще и Архи Архих Анахронизма То есть Как бы Анахроничные уклады Которые связаны Ну скажем так С Темпоральным укладом Который определяется Ритмом природы Да Уклад Мерной стихии Да Вот сельскохозяйственный год Хороший пример Как бы Аграрный цикл Он задан природой И человек Ему подчиняется И поэтому И сегодня Любой дачник Там Огородник Да Живёт деревня Он подчиняется Некому ритму И он вот такой Он Медленнее Намного медленнее Чем Этот ритм В котором мы живем В мегаполисе В большом городе Который Связан с машиномерностью Этого Хронопотока Да Ну вот Но ещё возможно Ну есть ещё Неохронизмы То есть Как бы Некоторые новиночки Такие новые Которые опять же Позволяют что-то сделать быстрее Они ещё не вошли в жизнь Да Но они активно внедряются И это даже модно Ну это как бы Отдельный тем А вот Есть ещё Что важно Неоанахронизм Что такое Неоанахронизм Это как раз Такой Такой Как бы Темперальный уклад Который связан С теми укладами Которые уже утрачены Но которые Осознанно Ну скажем так Воссоздается Реконструируется Вводится в жизнь Человеком Современного города Современного мегаполиса Человек может Заниматься Какой-то Ручной работой Медленной Ремесленной Делать мебель Вот И не на продажу А там для друзей Для знакомых Для своей дачи Что-то там Может быть Вышивать Женщины Вязать Вот это Движение Оно Присутствует Есть Реконструкторы Которые тоже Вот надо Чтобы сделать Эту обувь Кожаную Своими руками И вот Дубить её Там Ну такие уже Такие упертые Реконструкторы Которые не готовы Покупать А эти пуговицы Медные делают Сами Там как-то Или куют Там себе Чего-нибудь То есть Это неоанахронизм То есть То что С одной стороны В нашем обществе Присутствует Где-то на периферии Оно ещё существует Где-то ещё ездит На лошади Условно говоря Да Вот А какие-то вещи Они искусственно Восстанавливаются В чём смысл Мы создаём Некоторые пространства Замедления Которым можно Почувствовать то Что в ином случае Мы не почувствуем Сергей Александрович Спасибо огромное Настолько интенсивный Диалог И я просто чувствую Как время здесь Искрит Как белка в колесе Она подгоняет Хочется слушать и слушать И хочется задавать Вопросы задавать Но к сожалению Время нашей передачи На сегодня Подошло к концу Но за этот Интенсивный Содержательный диалог Я вас сердечно благодарю А вас дорогие друзья Мы ориентируем на то Чтобы помнить Что как говорил Митрополит Антоний Сурожский Время это не то С чем мы можем Играть на перегонке Это то Что как локомотив Несётся нам навстречу Не становитесь Частью машины А вот всё то Что мы обсудили в конце Интенсифицируйте В своей жизни Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok